Здравствуй, мой друг. Вот ты и пришел. Сегодня мы продолжаем читать поэт. Лишера на войне, Вархат и Шериль. Мы уже прочитали вспыхление. И сейчас продолжаем читать пояснения к поэту. Разполагайся на этих мягких подушках. Преслабься и слушай. При тем, как мне на высих этих гор, Свистую счастья, поспор был горел. То места ангел подметал крылом, И слезы звезд обрызнули потом. И сердце здесь покоя себе нашло, Складил небо предо мной чулом. Приглядываясь к моему листу, Приобрел здесь утро чистоту. И вечер приобрел свой цвет чернил, Когда клам свой кончился чернил. Когда же я клам свой заострял, Меркурий все очинки подбирал. Ко вам испытывать я стал теперь, А счастье в этот миг открыло дверь. Войдя, оно приветствует меня, Вином благословение меня. Волк-то усрит старания твои, И осмотнутся желания твои. Высокий вам прекрасен тот узор, На коем ты остановил свой ссор. Ты на вершине брак берешь простой, И превращаешься в сливок золотой, Роняешь каплю болта, И она в жемчужину тобой превращена. Кто пьет великодушье чару, Тот искомое в той чае обретет. Орел высокогорный никогда Не замечает низкого гнезда. И Аль-Таир, сияющий орел, Меж звездами своем местом обрел. Слетит повыше, может, герзкий рой, И словом бессилен перед наш корой, Дом живописью угрожать решив, Так быстрый дом, чтоб запон был красив. Пусть рифм у тебя в стихе звонка, Бледительно предание, мысль тонка. Но в них лет и беседавних лет В их борьсях ты клад найдешь поэт. Ты, может быть, еще откроешь клад, Что пропустил пришествие консклят, И этот клад народу предъяви, Чтоб стал достоин ты его любви. А подражать другим песцам к чему, Тампону и сложению своему, Коня гоняет чужим коням во зле, Ни наслаждения, ни почета нет. На той лужайке, где не первый ты, Как соберешь трубшие цветы. Ведь ни одна лужайка в цветнике, А ты не попрошай в цветнике. Была мудрая и ублагая мысль, Запала сердце мне такая мысль. Я стал раздобывать со всех сторон Быто писания был их времен, Не награжден, зато я был вполне, Что нужно было, что открылось мне. Нашел я много в них жемчужных слов, Наполнил чару мысли до краев. Я этот жемчуг мило покажу, Когда на нити бейтов наняжу. Пришественники, черпали вы здесь, Но ценный жемчуг исчерпал весь. Бездонно поиском, Никто из нас не может источить его запас, И даже я, беспомощный ловец, Торнувший в это море наконец, Успел собрать свой драгоценный груз, Что им теперь по праву я горжусь. И вот что я по совести скажу, Об этой старой совести скажу. Да, сладок и поныне хмель ее, И так же неизменно цель ее. Люди любви запечатлеть следы, Их судьбы скорби, подвиги труды. Но все, кто прежде эту чару пил, Душей на стороне хосров был. Его превозносили до небес, Мол, все дела его, дела чудес, Мол, таково могущество его, И царство, и имущество его, Таков, мол, конь и уши птиц, Таков несметный клад, Что захватил хосров, И, мол, уши, мол, уша худший друг, И тешил сказками его досуг. Он наслаждался жабовыми винам, А уши гер, шерпетом в моря, Но, мол, всей благородной постелив, Высокую любовь питал к жериму. Конечно, шаг не остал свободы нужд, Далек от горя был печаль и чушь. Хосрово так усердно восхвалив, И лишь ему внимания уделив, Все посвящали до сих пор, увы, Фархаду лишь одну, две главы-то. Мол, коется он, каменолом простой, Жизнь его глинила красотой, И ради встречи с ней, Фархад решил совершить огромный труд, И совершил. Но шаг Хосрово, Порежимый гневцем был, И он Фархада бедного убил. Хоть изложения лишь такой узор, Поэты признавали до сих пор, Но каждый столько редких жемчугов Он искусно нанизал на них стихом, Что мудрости взыскующий смущен, А мастерстве тоскующий смущен. Я их читал в волнении таком, Что горевал над каждым их стихом, И понял, что гораздо больше их Мне суждено страдать в трудах моих. Свернув на пути, Но и пришлось тогда, Вот она, Повесть горя и труда, Не жемчуга, И не рубины в ней кремень, Хоть он и груб, Зато прочней, Хотя на вид рубин Кусок огня, Но не искру высекают из кремня. Нет, не кремень, А кремниевый хребет, Гряда скорбей, Крутые горы бед, На них форха. Куда же убегу? Как отвернуться от него могу? Я сам любовный скорбью, Гнетен, Бродись в горах, Печаль осужден. Расстроив сердце на печальный лад, Создам я повесть о тебе, Фархан. Нет, О тебе и о Ширин, О вас я поведу печаль И свой рассказ. Тот златоуст, Великий сын Ген-Джи, Чье имя перешло все рубежи, Кто повести впервые строил дом, Сказал, что был фархан каменолом. Когда же индустанский чародей Сей повестью пленил сердца людей, Он, судя не меняя основной, На многое нанес узор иной. Его фархаду, Да вот за стесан, Его отцом, Китайским хагам. Моя, Ведя иначе войско слов, Поход повел сначала, Как хозроу. Слова, Начало людям по душе, Когда они знакомы мужей. Олив, Уверы, Отдемена, Из милосердия Звезгло подвращено, Мы солнце видим, Солнце Заметь, Жин отпадет, И остается мель. Попадает мне, Кравчий, Яркую свечу, И свет свечи, Свет солнца я хочу, Едва лишь солнце горы озолит, Я, как фархад, Начну тропить крови. На этом, Заканчивается, Сегодняшнее чтение. Надеюсь, Тебе понравилось, Рассказывается, Но я, как фархаду. В следующий раз, Мы будем читать, Главу двинадцатую. Главу, О рождении фархадо. Пока, пока. До следующей встречи. ПУСТЬ МЕЧТЫ ИСБЫВАЕТСЯ